Библейский портал экзегет.ру представляет Это видео записано для сайта экзегет.ру. Сейчас мы рассмотрим с вами содержание пятой главы послания апостола Иакова. И первое, с чего мы начнем, это тема, которой апостол Иаков возвращается неоднократно. Это тема соотношения богатства и бедности. Каждый раз, возвращаясь к этой теме, в первой, второй, сейчас в пятой главе своего послания, апостол Иаков пытается раскрыть эту тему с новой стороны. И вот нынешние его высказывания, они носят обличительный характер. И построены весьма оригинально. Они построены на каких-то внутренних противоречиях, почти оксюмаронах. И это дает тексту какой-то особый привкус и, в общем-то, заставляет нас задумываться над этими словами. Потому что часто рассуждения о богатстве и бедности, они сводятся к тем или иным банальностям, да, и как бы общеизвестным этическим моральным положением. Но вот слог и стиль выражения апостола Иакова, он заставляет нас все-таки задуматься и не отнестись к этому каким-то дежурным моралистическим фразам. А именно, послушайте вы богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. С одной стороны, апостол Иаков здесь имеет в виду, что именно богатство для человека является путем как раз к безбедной, спокойной и стабильной жизни. Богатство может избавить человека от, не только от бедности, но и от бед. Иногда мы рассуждаем примитивно, что человек стремится стать богатым, чтобы получить доступ к наибольшему спектру удовольствия. Конечно, это наверняка присутствует, но очень часто стремление к богатству, оно в своей основе имеет внутренний страх. Страх перед печальным концом своей жизни, страх перед несчастьями, страх перед нищетой. И вот такое собирание богатства для человека становится путем к обретению внутреннего спокойствия, можно сказать, внутренней гармонии. Человек ищет ее, но по мысли апостола Иакова не сможет ее в богатстве найти. И хотя богатство сулит человеку безбедное существование, апостол Иаков почему-то говорит о том, что богатство будет сопровождаться бедствиями. Здесь апостол Иаков пытается выразить вот эту внутреннюю пустоту, тщетность богатства и некий самообман, на который себя обрекает человек. Но это еще не все. Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены морю. Но в этих словах, наверное, нет ничего необычного, поскольку действительно богатство может сгнить, исчезнуть, превратиться в труху. Даже самые прекрасные одежды могут прийти в негодность. Но дальше апостол Иаков говорит, что золото ваше и серебро изржавело, и ржавчина их будет свидетельствовать против вас, и съест плоть вашу, как огонь. И здесь опять мы встречаемся вот с очень интересным способом изложения мыслей. Мы с вами знаем прекрасно, что серебро, но, конечно, прежде всего золото не ржавеет. Именно поэтому это драгоценный металл. А апостол Иаков говорит о том, что они изржавели. И отнюдь не потому, что апостол Иаков не знал каких-то элементарных химических свойств элементов, знакомых людям, впрочем, и тому времени. Нет, он как раз пытается через эти парадоксальные фразы указать на внутреннюю гнилость, тщетность и пустоту богатства. И поэтому сознательно прибегает к такого рода литературному приему. Более того, что это ржавчина, которой должно покрыться нержавеющее золото, эта ржавчина будет съедать плоть человека. Но мы не можем, конечно, наблюдать этого в жизни, но человек, каковым ему представляет себя апостол Иаков, одетый в прекрасные одежды, одетый в золото и покрывающий свою бренную плоть вот этой красотой, он обрекает себя на то, что тленность и временность богатства перейдет и на его душу, и на его тело. Возможно, апостол Иаков обращается здесь к каким-то глубоким внутренним ожиданиям человека, в общем-то, к каким-то внутренним поискам рая, счастья. И, наверное, если человек находит этот рай, это счастье в правильном месте, в правильных вещах, прежде всего в Боге, то Бог, как источник жизни, дает эту жизнь человеку преизобильно, и это становится для человека источником спасения. Но здесь мы видим, что человек пытается получить счастье и жизнь от того, что в себе жизни счастья не несет. И поэтому то, на что он надеется, как на нечто, то, что может его сохранить и дать ему радостную и спокойную жизнь, на самом деле для него будет являться источником его сначала духовной, потом физической смерти. Тяжело слушать эти слова, но, тем не менее, апостол Иаков все-таки здесь взывает к некой справедливости, что золото и серебро и богатство не само по себе убивают человека, а оно делает человека жестоким. Вот плата, удержанной вами у работников, которые пожали поля ваши. И вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. То есть получается, что в данном случае богатство, соединенное с жестокосердием, как будто вопиет об отмщении за это. Потому что рядом есть несчастные люди, которые не то что получили, не смогли получить богатство, а которые не смогли получить даже то, что они заработали по справедливости. Вы роскошествовали на земле, наслаждались, напитали ваши сердца как бы на день заклания. Еще один интересный образ апостола Иакова – уточнение себя богатством, как символ животного, жертвенного животного, которое откармливают на тот день, чтобы в конце концов заколоть и съесть его. И мне кажется, что человек, в данном случае сребролюбивый, который читал эти строки, мог ужаснуться от этого образа. Он привык, что богатство дает ему роскоши, красоту, а оказывается, что его можно сравнить просто с овцой или коровой, которую откармливают долго, и вот это домашнее, доброе домашнее животное, она думает, как же хорошо ему живется, и как ко мне все добры, не живет для меня ничего, но оказывается, его кормят только для того, чтобы потом убить. И вот, очевидно, эти образы, и на самом деле очень сильные образы, которые доходят до самой глубины души, наверное, они не могли оставить равнодушным читателей послание апостола Иакова, как они не могут оставить равнодушными и нас. Вы осудили и убили праведника, он не противился вам. Вот это очень интересные слова, конечно, мы их можем рассматривать как указание на то, что очень часто люди богатые, и особенно люди богатые и неправедные, способные притеснить и убить праведного человека, преследуя свои корыстные цели. Потому что праведное поведение, оно очень часто ставит человека в достаточно уязвимую позицию. Но, возможно, и здесь есть некий намек на смерть праведника с большой буквы, на искупительную смерть Христа. Хотя среди убийц Христа не называются люди богатые, но мы понимаем, что отчасти фарисе, особенно, конечно же, саддуки, которые являлись именно храмовой духовной элитой того времени, представителями священнического сословия, это были люди достаточно состоятельные, и даже, возможно, те столы и торговые точки, которые разогнал и опрокинул Христос в храме, конечно же, они принадлежали и доставляли доход вот этим первосвященникам. Поэтому какой-то, в общем-то, намек на евангельские события здесь вне всякого сомнения присутствует. Но дальше апостол Иаков переходит к теме христианской эсхатологии. И, в общем-то, те рассуждения о добродетели терпения, которые для нас могли стать, ну, в общем-то, такими банальными и не говорящими нам ничего нового, они приобретают здесь абсолютно новое звучание, что, оказывается, терпение, которому призывает апостол Иаков, это именно эсхатологическое добродетель. Человек, который терпит, самим терпением свидетельствует о втором пришествии Господа. Это очень интересная связь, которую мы здесь наблюдаем, между этикой и догматикой. Ну, давайте мы прочитаем. Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долготерпите и вы, потому что пришествие Господне приближается. Поэтому не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей. И вот здесь мы видим, что в данном случае добродетель терпения – это не добродетель стоического терпения. Это даже не добродетель, который можно включить в те или иные этические и мировоззреческие системы, которые нам известны. Есть догмат о втором пришествии Христа, о суде, которое с ним будет связано, о всеобщем воскресении. И именно потому мы терпим, что надеемся, что второе пришествие Христова даст ответ и даст разрешение всем тем сложным жизненным ситуациям, скорбям и трудностям, которые как раз и побуждают человека либо терпеть, либо не терпеть и предаться отчаянию, возможно, богоборчеству или любому другому виду сетывания в отношении Бога, которое не дает якобы счастья или людей, которые нам так или иначе мешают или препятствуют жить. Это очень важно и вот эту связь между этикой и догматикой мы всегда должны замечать. В данном случае здесь такое благонравное поведение в своей основе имеет определенного рода вероучительные положения и они не разрывны одни от другого. И еще один интересный момент, который мы не можем здесь не заметить, это абсолютно правильная богословская интуиция ожидания скорейшего второго пришествия Господня. Это не просто, это, конечно же, это не обман. Апостолы в данном случае, может быть, как люди, ошибаясь в хронологии второго пришествия и ожидая это пришествие, еще, может быть, которое должно прийти именно на их эпоху, они не ошибались в самом главном. В понимании того, что второе пришествие Христова – это необходимейший этап спасения, это завершение спасения. Без второго пришествия Христова плоды, искупления, которые принес Христос, не могут себя проявить во всей полноте, ибо только второе пришествие Христова, оно принесет человеку бессмертие, плоти, воскресенье и окончательную победу над злом. Но по-другому апостолы не могли думать, и, наверное, по-другому мы не должны думать и мы с вами. Ведь каждый раз, считая молитву «Отче наш», мы говорим «Да придет Царствие Твое». То есть, фактически, тем самым выражая свое желание о скорейшем и спасительном, и освободительном для нас втором пришествии Христовом. Вот мы ублажаем тех, которые терпели. В пример злострадания и долготерпения возьмите братьям и пророков, которые говорили именем Господнем. Почему пророки терпели скорби? Потому что ожидали и верили в первое пришествие Господне, в пришествие Мессии. Так и мы должны терпеть, потому что ждем его второго пришествия. «Ибо Господь весьма милосерд и сострадателен. Вы слышали о терпении Иова и видели конец оного от Господа». Приводится пример не просто в виде общей ссылки на пророков, а приводится пример ветхозаветного праведника Иова. И, как бы, финал его жизни, он ставится здесь в пример о том, что терпение человека, оказывается, не бывает, особенно Бога, постыженным. «Прежде всего, братья мои, не клянитесь небом и землей никакую клятвую, но будет у вас да-да и нет-нет». Вне всякого сомнения мы здесь видим прямую отсылку к запрету самого Христа на клятву. Но давайте подумаем, а почему? Почему Господь Иисус Христос и вторящий Ему апостол Иаков запрещают клятву? Потому что клятва появляется как естественная реакция на человеческую ложь. Клятва предполагает, что человек просто так не может сдержать свое слово. Поэтому, чтобы он сдержал его, он должен сам себя напугать. То есть поклясся, а клятва предполагала, что если человек не соблюдает сказанное слово, то его должны постигнуть какие-то бедствия. Но если человек честен, то нет нужды его пугать тогда, когда он что-то обещает. Нет нужды в клятве, если нет лжи. И поэтому здесь запрет на клятву, он не является каким-то формальным или ничем не обоснованным, а он как бы взывает к глубинам совести человека. Если ты правдив, если ты честен, нет нужды подкреплять свое слово дополнительными угрозами, обещаниями и связывать себя теми или иными клятвенными обязательствами. Вот на самом деле о чем эта фраза апостола Иакова. Следующий отрывок пятой главы очень интересен. Он приоткрывает нам интересную практическую сторону жизни древнехристианской общины. Рассказывает нам о тех отношениях, которые были между христианами и вот помогает нам понять истоки тех и иных явлений современной церковной жизни. Вне всякого сомнения речь идет о таинстве соборования, как сейчас мы его называем, соборования от слова «собор священников», который должен совершать это таинство. Это молитва, которая оказывается с древних христианских времен была заповедана о больных христианах. Вот как описывает эту практику апостол Иаков. «Злостражит ли кто из вас, пусть молится, весел ли кто, пусть поет псалмы. А если кто из вас болен, пусть позовет пресвитеров церкви и помолится над ним, помазав его елеем, то есть оливковым маслом, во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь. И если он соделал грехи простяться ему, признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Потому что много может усиленная молитва праведного. То есть мы себе можем это представить сейчас следующим образом. Когда тот или иной христианин тяжело заболевал, то к нему приглашали священников, нескольких причем, и они с верой и состраданием молились о нем. Помазывали его оливковым маслом. Но надо сказать, что помазывание оливковым маслом это очень древний библейский символ. И, конечно, это всегда символ дарования божественной благодати. И поэтому, конечно же, смысл здесь отнюдь не в масле, а именно в этой молитве. И то, что на человека больного по молитве пресвитеров снисходит Дух Святой. Но что интересно, апостол Иаков здесь устанавливают некоторую связь между исцелением человека и покаянием во грехах, в которых человек должен признаться другим людям. Хочу сразу предупредить несколько такого, может быть, пошлого истолкования этих строк. Мы часто можем видеть такую спекуляцию на эту тему, что якобы, если ты не хочешь болеть, веди святую и праведную жизнь. Это не совсем правильно. Мы каемся и стараемся не грешить не для того, чтобы быть здоровыми. Потому что множество святых людей терпело в своей жизни и скорби, и болезни, и при этом часто многие люди грешные, они, видимо, благоденствовали и пользовались телесным здоровьем, причем очень крепким здоровьем. Нельзя здесь устанавливать такие прямолинейные связи. Здесь лишь говорится о том, что к исцелению, которое человек хочет получить от Бога, человек не должен относиться потребительски, а должен прежде всего измениться внутренне, раскаяться. И тогда Господь в ответ на это раскаяние даст ему исцеление. Конечно же, то, о чем здесь говорит апостол Иаков, имело свои прецеденты в Ветхом Завете. Скорее всего, апостол Иаков здесь вспоминает книгу пророка Исаия, где царь Изякия тяжело болел, и Господь через пророка Исаию предсказал ему скорейшую смерть. И в 38 главе книги пророка Исаии изложена скорбная и покаянная молитва этого царя, в результате которой был отменен божественный приговор, и тот же пророк Исаия, который от Господа предсказал царю смерть, сказал ему, что тебе прибавлено еще 15 лет жизни. И как раз здесь речь идет о том, что покаяние, искреннее покаяние человека может изменить приговор Божий в отношении человека. Поэтому надо понимать, что у этих строк есть вот определенный ветхозаветный бэкграунд. «Илия был человек, подобный нам, и молитвой помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на землю три года и шесть месяцев, и опять помолился, и небо дало дождь». Ну, эти слова пятой головы – это, скажем так, иллюстрация к такому общему теоретическому положению, что много может усиленная молитва праведника. Но, как мы заметили, на протяжении всего своего послания апостол Иаков очень любит приводить конкретные и жизненные, и яркие примеры, поэтому, конечно, и здесь он тоже не обошелся без ссылки на конкретные события. Ну и завершается послание апостола Иакова не совсем характерно для жанра письма, как, в общем-то, и античного письма, как и письма апостольского, но завершается, тем не менее, следующей фразой. «Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть знает, что обративший грешника от ложного пути, его спасет душу от смерти и покроет множество грехов». Вот интересное завершение послания в виде наставления. Не преподание благословения, не светское пожелание здоровья, которое мы можем видеть в письмах того, времени, в Вале или Валетте, что было нормально для эпистоляного жанра того времени, но здесь завершающее пожелание, которым как бы ставится точка в этом послании, и это пожелание, оно как бы является такой общей скобкой для всего послания, что человек, который неравнодушен грешнику, и кто пытается его спасти, то он спасет в том числе и самого себя. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...